Всем привет! Сегодня мы поговорим про отношения, про самооценку, про выход из травмы. Это такой важный моментик, когда ты выходишь из травмированных психотравмоотношений, каких-то, в общем, нездоровых, про здоровые и нездоровые отношения. Если ты выходишь из нездоровых больных отношений, но ты настроен на работу над собой, условно, ты не человек, который только готов страдать, грязнуть, находить еще хуже себе кого-то, чем был раньше. Например, ты жертва, страдаешь, наслаждаешься отчасти, тебе эта роль устраивает. Ты, конечно, судьбу гневаешь, говоришь, что все плохо, все ужасно, хочу все поменять, но по факту ничего не меняешь. Или вы, например, находились в терапии, или с психологом работали. Вы, выходя из опасных больных отношений, нездоровых, нездоровых отношений, те, которые вам приносят травму, которые не приносят удовольствия, а приносят страдания, мучения, от которых вам плохо, где вас не любят, не уважают. Здоровые отношения – это отношения партнерские, напомню термин, когда вы друг друга уважаете, любите, принимаете такими, какие вы есть, и просто живете, вы счастливые люди, потому что вы просто наслаждаетесь самим процессом здоровых отношений. Вам интересно в здоровом, когда без эмоциональных качель, страданий, мучений и тому подобного, вы кайфуете от приятного. Так вот, я просто что хочу рассказать, такой момент очень интересный. Когда вы выходите из больных отношений, вы все думаете, ну, блин, наконец-то все это закончилось, я заживу, найду себе наконец-то нормального мужика. Очень часто с этой проблемой сталкиваются девушки, которые прошли развод или какие-то долгие отношения были, когда разводятся, это мужчин, кстати, тоже касается, но так как у нас больше женщин, 90% на канале подписчатся, у меня аудитория женская, я всегда вот в таком ключе применяю термин, да, к женщинам ближе. Так вот, если у вас был развод, каждый, я думаю, сейчас найду нормального, адекватного. Я вам больше скажу, очень большой процент вероятности, больше 50% того, что вы опять вступите в нездоровые, конечно, отношения. Почему? У вас есть, ну, не такие больные, как раньше, но не до конца идеально здоровые. Вы, как правило, в своей еще травме доживаете эмоционально, вы без картины того, как нужно, как хотите, какого... Вы просто общно хотите чего-то, да, в общих чертах. У вас нет конкретики в ваших желаниях, представлениях. Представления, как бы, есть, а конкретика, как должно быть, вы, короче говоря, не представляете до конца, не можете поэтому реализовать это. Третье, травма, психотравма тянет, да, это привычно, это было обычно, чуть-чуть просто опять будет какой-нибудь, например, абьюз, только в более легкой форме, может быть, то есть не идеальный мужик, который вообще не абьюзит, например, отношения и так далее. То есть там факторов очень много, вас будет тянуть обратно. Но это не потому, что вы такая плохая, косячная, там, неправильная или еще что-то. Это естественный природный процесс нашей психики. Обратите внимание, с того момента, у кого уже жизнь, кто пожил, какой-то опыт есть там жизненный, в отношениях я имею в виду, когда у вас было не двое отношения, а трое, четверо, там, есть с чем сравнить. Обратите, и если вы в позиции такой, что у меня были какие-то травмированные отношения, потом я решила, нет, на такое я себя больше не размениваю, например, или веду себя по-другому, или других мужчин, выбираю, и начинаю, в общем, действовать в этом направлении, такими категориями размышлять. Обратите ваше внимание, что ваше качество ваших партнеров, качество отношений в плане здоровости, в которые вы вступаете, оно улучшается постепенно, раз от раза, по методам проб и ошибок. То есть, если вы были в ужасных каких-то отношениях, больных, травмированных, травматичных и так далее, которые вас травмировали, в следующий вы находите чуть-чуть получше, но не идеальные. Потом после этого вы делаете, если вы делаете выводы, вы хотите что-то улучшить, вам у вас нет страхов остаться одной, например, и вы не горите больным желанием срочно обязательно вступить в отношения или выйти замуж для того, чтобы не быть одной, или так все говорят, что это надо делать, и так дальше. Это нездоровая на самом деле история. Это не про здоровых и независимых, и адекватных, это про зависимых, кто хочет быстрее в зависимость впасть и скинуть с себя какую-то ответственность за свои проблемы на кого-то, чтобы стало самому легче, чем не брать ответственность за свою жизнь. Так вот, раз от раза ваше отношение, качество ваших взаимосвязей с партнером улучшается, если вы делаете выводы, работу над тем, что было раньше, и не боитесь. Да, два факта. Делаем работу над ошибками, выводы, знаем себе цену при этом, свои желания, делаем выводы, ой, этот ко мне человек не очень хорошо относится, я с ним расстаюсь. Делаю выводы, работа над ошибками, и не боюсь расстаться с ним и поискать кого-то другого, или вообще побыть одна, например, сама достаточно прекрасна, мне и одной неплохо. А там уже посмотрим, если подойдет ли мне подходящий под мои запросы человек или нет. Мне не страшно остаться одной на какой-то период времени. Те, кто в себе уверен, доволен своей жизнью и счастлив, они одни никогда не остаются. Таким очень сильно тянутся, таких очень сильно желают, хотят. И друзья такими хотят друзьями быть, и девушку такую, или женщину, жену себе хотят. Все хотят сильных, интересных и самодостаточных. И, как правило, вот этот страх, останешься одна с котиками на старой стиле, такая вся карьеристская, самодостаточная, если у нее все в порядке психологически, она одна никогда не останется. Такие люди очень сильно привлекают, прям просто магнитом всех подряд, любых слабых, конечно, к себе. Все хотят подзаправиться такими людьми, ресурсы свои подпитать и иметь такой образец, как подругу, вот как коллегу и так далее. В общем, это долгая, вообще другая история. Я всегда с кем работаю, об этом предупреждаю. Новые отношения, они хороши, они закрывают какие-то ваши, скорее всего, новые потребности. Класс, мы это оцениваем. Но всегда стараемся понять, на этом человеке свет клином не сошелся. Это не мой последний выбор, я к этому человеку не привязан там навсегда. Если мне что-то не понравится, я вправе завершить эти отношения. Потому что я недавно вышел из больных отношений, каких-нибудь зависимых, которые меня травмировали. И на данный момент, если я, например, не работала с психологом, или вот у меня быстренько какие-то новые отношения подкатывают, скажем так, начинаются. У меня нет категории, как должно быть и норм своих. И подобрать под эту норму партнера нового я не готов. Я обязательно допущу свою ошибку, как правило, из прошлого. Не все, может быть, сразу, но хотя бы одну какую-то. То есть, назовем так, косяк, все равно возможен. Сильно не расстраивайтесь. Выходить, прорабатываемое, это называется, прорабатывать, проживать, анализировать, делать выводы из своего прошлого. Это все постепенный процесс. Не бывает так вообще. Кто бы мне это ни сказал, вот если вы со мной будете беседовать, если я с вами вступаю в контакт, я вам докажу, разбирая, задавая вам вопросы, что ты нездоровая история. Кто мне скажет, вот, я была в абьюзивных отношениях с алкоголиком, 20 лет прожила в созависимости и так далее. Рассталась, и мой новый муж, через год, с которым я встретилась, идеальный, не пьет, не курит, меня любит, уважает, там, не знаю, пылинки с меня сдувают и так далее, так далее. Короче, суд же радикально, новые хорошие отношения идеальны в ее понимании. Ну, в ее понимании они могут быть идеальными, но они будут, скорее всего, нездоровыми. Я найду что-то нездоровое. Потому что быстро вступать в отношения, не залечив, назовем так, рано, не сделав выводы, это нездоровый вообще признак. Я попадаю обязательно в больные отношения на самом деле. Это мой страх остаться одной. И это проблема самооценки. Люди, кто боится остаться один, тем, кому наедине с собой очень плохо. Утопический момент, думать, что с приходом человека в твою жизнь, я тоже так когда-то думала, пока не постигла истину, что с приходом человека в твою жизнь все изменится, он возьмет ответственность, праздник принесет в твою жизнь, все будет замечательно, классно, все исправит. Надо просто найти такого человека хорошего, такого мужчину. А на самом деле он тоже ищет того же самого. Мужчины такие же, как и вы, женщины, и чем они отличаются. Это утопическая история, не про счастье. Это про двух людей, которые готовы страдать и ищут в себе. Человек-костыль это называется. Подмогу костыль, на кого можно опереться. Счастьем здесь не пахнет. Это закрытие своих потребностей и страхов на самом деле. Но такие отношения, начавшись с потребностей и страхов, каких-то реализаций вот этих моментов, они имеют шанс увенчаться успехом, они имеют шанс стать здоровыми отношения. Отношения вообще, если они проблематичные какие-то, стать здоровыми они могут. Если оба партнера этого хотят, оба партнера, назовем так, развиваются, и оба партнера растут, да, у нас идет не деградация или стагнация, у нас идет развитие, у нас идет эволюция человеческая, да, то есть партнеры оба улучшаются и переходят, скажем так, с позиции «я закрываю потребности этими отношениями и твоим присутствием в моей жизни» в позицию «я тебя люблю просто так, ни за что, без условий за то, что ты есть». Вот гарантия «любовь без условий за то, что ты есть искренне», они когда говорят для галочки то, что нужно услышать, это есть вот это условие здоровых гармоничных отношений, любовь на самом деле. Если есть это чувство, когда тебя принимают и любят просто за то, что ты есть, знаете, что за этим самое главное стоит? Принятие тебя со всеми твоими проблемами, косяками, зависимостями, диагнозами, всем чем угодно. Но если этого искренне нет, из тебя пытаются делать расчлененку, тебя расчленяют на запчасти и говорят, вот это я в тебя принимаю, а вот это нет, будь добр и справляйся и так далее. Вот когда вам хочется в человеке что-то вычленить, расчленить его личность, убрать что-то в нем, скорректировать, перевоспитать, переделать под себя, я вам проще скажу, не занимайтесь этим, вы можете человеку это предложить, может быть, он об этом сам подумал, ему это интересно. Если вы категорически против, никого переделывать не надо, расчлененкой не занимаемся, мы ищем другие отношения, людей мы под себя не переделываем, не перестраиваем, не калечим, не издеваемся и этим всем не занимаемся. Это уже не здоровая история, не про любовь. И даже вопрос здесь не в том, что, а как вам будет потом приятно понимать, что он изменился и построился специально под вас, вам станет неинтересно. Да нет, это вообще не про любовь, это про его страхи, что ему страшнее остаться одному, быть там, например, каким-то одиноким, никчемным и слабым, ему проще под вас подстроиться вот такую слабину дать и своего вообще ничего в себе не оставить. Это вообще так и так, это убого и ужасно, и не про счастье, и не про здоровье отношений. Итог какой, что я вам хотела сегодня донести, что, девочки, когда вы выходите из травматичных, проблемных, больных и нездоровых отношений, если вы вступаете в отношения новые, не старайтесь это делать быстро, как можно скорее. Это страх, знаете, за этим стоит, вы боитесь остаться одни, скорее всего. Это самое время взять тайм-аут и поработать над собой, понять вот для начала, чего я хочу, кого хочу, каких отношений. Не человек, какого только хочу, это составляющая часть, а вообще, как жизнь моя должна выглядеть. Как я хочу просыпаться, засыпать, чтобы как ко мне человек относился, уважал меня, например, любил. Какой он должен быть, например, отец детей, если я хочу детей. Как мы должны друг друга поддерживать или не поддерживать вообще представление о том, как я вообще хочу быть, каким человеком, кто рядом со мной должен быть. А потом уже вы ищете новые отношения под это, четкие свои, скажем так, установки, что мне нужно. Вы уже из всей массы миллионов людей отсеиваете нужное для себя, что вам хочется, что вам подходит, кто вам подходит, какие качества подходят людей. Поэтому, выходя из проблемных отношений, не разводясь, не огорчайтесь, если вы опять наступили на какие-то грабли, вы это заметили. Главное, быстрее уже расставайтесь. Не надо бороздить на одном месте копытом, кого-то переделывать, ерундой это заниматься. Не тратите свое время и другого человека, другого количества не травмируйте себя в том числе. Расставайтесь, ищите что-то другое. А чтобы найти что-то другое, надо понять, чего я сам хочу. Вот такая простая формула. Никто вообще никогда из ужасных больных отношений не перескакивал, перескакивал. Не перерождался, переформировался, не улучшал себя. Скакануть. Проблемы будут скакать вместе с тобой, за тобой, что-то немножко в другой же формулировке, в другом формате. Но проблемы все равно будут. От проблем ты не перескочишь, не убежишь. Они за тобой идут вместе с тобой, потому что ты и есть проблемы. Проблемы в тебе в самом. Никому не удавалось из развода ужасного какого-то перескочить сразу в здоровые отношения. Наверное, всегда будут какие-то претензии и проблемы, потому что вы не избирательно подошли, а вы прыгнули. А не прошли путь работы над собой, а прыгнули. Ну, зато хотите легких путей, вот вам легкий путь. Потом будет все равно трудно и работать уже в отношениях, уже с интересами другого человека, все равно придется, скорее всего, либо расставаться. Так что не расстраивайтесь, у всех есть шансы, поверьте, самодостаточные, уверенные люди в себе, которые про счастье, про просто любовь и хорошее существование, эти люди одни никогда не остаются. Это страхи либо ваши, либо установки и страхи, которые вам навесили, в которые вас заставили поверить ваши родители, бабушки, дедушки, общество, в котором вы живете. Как с этим бороться? Не позволяйте им при себе это говорить, останавливайте их, пресекайте. Сами в это не верите и не позволяйте это вокруг себя распространять подобную информацию. Спасибо всем за внимание, надеюсь, информация психологическая была полезная. Напоминаю, что можете написать в комментариях темы, которые бы на марафоне вам интересно было задействовать. Марафон будет в Телеграме в середине января месяца. Я сейчас буду собирать информацию, анализировать, смотреть, что вам интересно, какие темы. Может быть вообще что-то разноплановое будет, где-то там 4 лекции будет. Одна там про самооценку, про счастье. Вторая про взаимоотношения с мужчинами, про любовь, всю историю вообще, про здоровые отношения. Третья про отношения именно с турками мы возьмем, что очень много аудиторий, кто про турецкие взаимоотношения, менталитет, особенности. Четвертая будет, например, детско-родительская. Что-то, как вот был запрос, да, вырастить здоровых, нетравмированных детей и быть хорошим родителем. Это вообще всем, в принципе, полезно, кто когда-то планирует в жизни детей иметь, да. Я вам сделала такую подборочку пунктов, назовем так, правила. У меня уже была такая мысль. Лекция этому посвятить, каким родителям, как надо быть на самом деле, чтобы не создать, назовем, не калечить свою ребенка, не создать там морального урода и не издеваться над ним. Вот. Если есть рекомендации, пишите в комментариях. Кому нужна моя психологическая консультация в инфобоксе под видео, есть моя почта, пишите туда. Тема письма, консультация. Спасибо за внимание, всем пока. Продолжение следует...